Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал Просто Рецепт! Сегодня готовлю самую знаменитую сладость, пахлаву. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе! И вот такие ингредиенты мне понадобятся для пахлавы. Для теста примерно 3 стакана муки, объем моего стакана 250 мл. 1 стакан сметаны, у меня здесь сметана 20% жирности. 180 г холодного сливочного масла. 3 желтка. Пакетик 10 г ванильного сахара. И пакетик 10 г разрыхлителя. Для начинки понадобится 300 г грецких орехов, столько же 300 г сахарного песка, 4 белка. Для украшения я взяла еще половинки грецких орехов. Для смазывания пахлавы 1 желток. И для сиропа 50 г сливочного масла и 5 столовых ложек темного меда. Сначала приготовлю тесто. В миску высыпаю муку. Обмакиваю масло в муку и натираю на крупной терке. И руками разотру масло с мукой в крошку. Вот так. Сюда же добавлю ванильный сахар и разрыхлитель. Все хорошо перемешаю руками. Сделаю такое углубление. К тесту добавлю желтки и сметану. И уже окончательно замешу тесто. И вот такое мягкое тесто должно получиться. Оно даже немного липнет к рукам. Лучше не забивать его лишней мукой. Потому что потом при раскатке мы снова будем использовать муку. И тесто разделю на 5 частей. Три небольшие части. И две побольше. Эта часть будет у меня низ и вверх. А эти в серединке. Каждую часть подкатываю в шар. Накрываю пленкой и убираю в холодильник на 30-40 минут. Приготовлю начинку. Орехи перекладываю в блендер. Можно измельчить и с помощью скалки. Если сильно измельчить, это будет совсем как бы такая мука. А если крупно мельчить орехи, то пахлава у вас будет рассыпаться. Когда вы ее будете нарезать и есть. Поэтому я выбираю средний размер такой. Не слишком крупно и не мелко. Примерно вот так. Добавляю к ним сахарный песок. Все перемешиваю. И вливаю белки. Все еще раз тщательно перемешиваю. И вот такая начинка должна получиться. Беру большой кусочек теста. И этот кусочек теста раскатываю по дну формы. Форму я застелила пергаментом. Размеры моей формы 20 на 30 сантиметров. Все начинку делю на 4 части. Вот так. И распределяю. Вот так. И теперь уже пойдут небольшие кусочки теста. И так же тонко я их раскатываю. Снова выкладываю начинку и распределяю. И таким образом делаю все слои. И раскатываю последний слой теста. И выкладываю его сверху. Подворачиваю край вовнутрь. Обратной стороной ножа, тупой, я вот таким вот образом скрепляю все слои. Вот так. Вверх смажу желтку. Осталось разрезать пахлаву на ромбики. Разрезать я буду только верхний слой. Делать это необходимо очень острым ножом. На каждый ромбик я положу половинку грецкого ореха. Немножко придавливаю. И ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку. 180 градусов примерно на 40-50 минут. Смотрите на особенности своей духовки. И далее пахлаву нарезаю до конца. Прорезаю полностью. Прорезаю. Растопленное сливочное масло соединяю с медом. И этой глазурью покрываю пахлаву. Снова ставлю в духовку еще на 5 минут. Вот и все, пахлава готова. Теперь дам ей полностью остыть. Примерно это займет 8-10 часов. Только тогда можно будет ее достать и пробовать. И вот такая шикарная и чудесная пахлава у меня получилась. Нежная, медово-сливочная, с огромным количеством орешков. Просто тает во рту. Это невозможно вкусно, поэтому я вам всем от души рекомендую этот замечательный рецепт. Готовится она очень просто. И вы можете сами приготовить ее и порадовать своих любимых такой замечательной восточной сладостью. Готовьте с любовью, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok